МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнур Жакен. Сегодня выпуски. Более 12 тысяч человек приняли участие в первомайском торжественном шествии в Караганде. В первой колонии шли представители этнокультурных объединений во главе с Акимом Карагандинской области Ерланом Кушановым. Более ста молодых сотрудников полиции и их наставники собрались вместе. В Балхаше состоялся восьмой слет молодых сотрудников органов внутренних дел. Коррупция – это негативное социальное и правовое явление. Именно так назывался дебатный турнир, в котором приняли участие 22 студенческие команды. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Более 12 тысяч человек приняли участие в торжественном шествии в Караганде, посвященном Дню единства народа Казахстана. В первой колонии шли представители этнокультурных объединений во главе с Акимом Карагандинской области Ерланом Кушановым. Первомайский праздник – как символ дружбы и единства многонационального народа Казахстана. Указ об объявлении Дня единства народа Казахстана президент Назарбаев подписал еще в 1996 году. С тех пор Первомай стал весенним праздником единения. От прежних времен сохранилось и праздничное шествие. В этот раз по проспекту Бухар-Жирау прошлась колонна, которая насчитывала свыше 12 тысяч человек. В первой колонии шли представители этнокультурных объединений во главе с Акимом Карагандинской области Ерланом Кушановым. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Праздник Первомая продолжился в Центральном парке шахтерской столицы, где в течение всего дня проходили главные городские гуляния. Со сцены жителей области поздравил глава региона. Сегодня мы отмечаем главный праздник мира и дружбы – День единства народа Казахстана. 12 тысяч человек сегодня только что приняли участие в праздничном шествии. Здесь на Каскадной площади проходит выставка народно-прикладного искусства разных национальностей. И это очень символично. Ведь мы один из самых полиэтничных регионов страны. А сегодняшняя атмосфера, я думаю, это сбывшаяся мечта наших предков о единой, сильной и дружной стране. Глава региона также сообщил, что на прошедшей в Астане 26-й сессии Ассамблеи народа Казахстана наш земляк, руководитель Литовского национального этнокультурного объединения Виталий Ионат Варионос был назначен заместителем председателя АНК, которую возглавляет президент страны. Впервые в истории карагандинец был избран на эту почетную и ответственную должность. Это высокое признание работы всей областной ассамблеи. И от всей души поздравляю всех жителей нашей области с Днем Единства. Желаю всем, нам всем, каждодневной суете не забывать о том, как хрупок мир и согласие, и как важно их беречь. Творческие коллективы и солисты этнокультурных объединений танцевали в национальных костюмах разных народов Казахстана. Зрителям представили хореографические композиции, напевы сарарки и хоровод дружбы. Через танцы и песни они показывали особенности культуры и обычаев разных народностей, демонстрируя дружбу и единство всех этносов Казахстана. В знак дружбы в небо выпустили тысячу шаров. 23-й областной фестиваль этнических культур Шанырак Дружбы собрал представителей 30 этнокультурных объединений из Абайского района и городов Чизказгана, Сарани, Тимиртау, Шахтинска и Караганды. На фестиваль приехали артисты со всей области. Зрители увидели танцы разных народов. Вокалисты и ансамбли исполнили песни на разных языках. А в этноауле под «Эдином Шаныраком» этнокультурные объединения представили работы народных умельцев, предметы быта и национальную кухню. Отличная весенняя погода добавила настроение всем гостям. Большинство из них пришли на праздник целыми семьями. Всем вот такого мирного неба, красивого, голубого, дружбы, счастья в каждый дом, добра, изобилия. Ну и, конечно, толерантности, раз мы все, раз национальность, мы должны ценить друг друга. Поздравляем сегодня всех с праздником, великолепный праздник. Каждый год мы встречаем его с радостью, с воодушевлением за то, что у нас мирное небо. И для всех наших национальностей и этнокультурных ценностей у нас все условия. Настроение хорошее. Желаем всем казахстанцам здоровья, счастья, любви, всего хорошего, чтобы был у нашей земли. Во-первых, это, наверное, Казахстан единственная страна, в которой есть подобный праздник. Получается, наверное, тем, что в этот праздник все выходят, каждый от нас представляет свою народность. Все мы выступаем в своих национальных костюмах, можем делиться культурой и смотреть на других. И там мы все дружим вместе. Праздник продолжился галоконцертом «Наше счастье» – это мир, единение и дружба. Сегодня мы живем в большом многонациональном свободном государстве. Участники мероприятия не раз подчеркивали, что единство народа – стабильность и согласие в обществе. Наше главное достояние, которое формирует основу казахстанской государственности. И для нас важно сохранить эти ценности. Мирамгуль Салкимбаева, Жуслан Макулбеков, Андрей Тимофеев. Первый Карагандинский. В день единства народа Казахстана повсюду проходили народные гуляния. Праздничным концертом на свежем воздухе отметили 1 мая жителей Октябрьского района. Прохладная погода не заставила карагандинцев остаться дома. Именно в этот день улицы пестрели от национальных нарядов. Мероприятия открыли танцевальные коллективы, олицетворяя танцам культуру и обычаи разных народностей, демонстрируя дружбу и единство всех этносов Казахстана. Хоровод дружбы – именно так называлось главное действо. Именно интересный пролог, именно будет, вот как я сказал до этого, хоровод дружбы. Мы показываем все национальности наши, и в нем участвует около 150 детей, ну, среднего возраста и старшего. То есть они будут делать большой вот хоровод дружбы. В концертной программе также принимали участие школьники и представители этнических диаспор, проживающие в Октябрьском районе. Кроме того, поздравить жителей приехали и различные творческие коллективы шахтерской столицы. Выступающие в один голос ствердили, что единство и сплоченность народа являются прочным фундаментом всех достижений и побед. Андрей Теншал, Карл Тенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Восьмой слет молодых сотрудников полиции и их наставников прошел в городе Балхаш. Со всей Карагандинской области на мероприятие съехались лучшие молодые сотрудники, достигшие высоких показателей в оперативно-служебной деятельности. Началось мероприятие с возложения цветов к обелиску погибших сотрудников полиции при исполнении служебных обязанностей. От имени Совета ветеранов органов внутренних дел Балхаша выступил председатель Толиуза Дам Ахметов. Майор полиции в отставке надеется, что нынешнее поколение стражей порядка достойно продолжит традиции своих предшественников. О героической службе полицейских в борьбе с преступностью рассказал Аким Балхаша. Находясь на переднем крае борьбы с преступностью и терроризмом, сотрудники полиции подвергают свою жизнь огромному риску. К сожалению, не обходится и без человеческих жертв. Сегодня мы отдаем заслуженную дать памяти стражам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга. Подвиги наших земляков – это примеры настоящего героизма и доблести. Они навсегда останутся в истории, в светлой памяти, в сердцах коллег и наших горожан. Мы будем чтить и помнить их имена. Мероприятия в рамках слета состоялись в городском дворце культуры. Главная цель мероприятия – совершенствование работы наставников с молодыми сотрудниками, поиск новых форм и методов работы. В настоящее время в регионе служат многочисленные молодые сотрудники. Шефство над ними осуществляют наставники с числа опытных работников полиции. За круглым столом участники слета обсудили вопросы, необходимые для реализации задач по модернизации общественного сознания и повышения правовой культуры. Участники круглого стола также обсудили вопросы оперативной обстановки. Руководством областного ДВД и Акимом города подняты вопросы об открытии нового здания Центра оперативного управления, которое позволит снизить преступность. Кроме того, по словам городских властей, в ближайшее время будут установлены дополнительно 150 видеокамер. Они будут установлены во всех дворах школ, а также детских площадках. По итогам круглого стола была принята резолюция, по результатам которой в ближайшее время в городе будет функционировать около 500 камер видеонаблюдения и новое здание ЦОУ – открытие музея боевой и трудовой славы ОВД Балхаша. В работе слета приняли участие более 100 наставников и молодых сотрудников из всех регионов Карагандинской области. За добросовестную наставническую работу, оказание теоретической и практической помощи наставники и молодые сотрудники были поощрены денежной премией, благодарностями, нарученными часами, символикой МВД, грамотой и благодарственными письмами. Следующий, уже девятый слет, решено провести в Каркаролинске. Участники слета также посетили двух ветеранов органов внутренних дел, вручили им ценные подарки и цветы. Не остались без внимания и воспитанники детского дома семейного типа. Отмечается, что балхашские полицейские помогают детскому дому регулярно и посещают в каждый праздник. Андрей Тан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь распать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. В Карагандинском государственном университете имени Букетова состоялся дебатный турнир на тему «Коррупция – это негативное социальное и правовое явление». В дебатах приняли участие 22 студенческие команды со всех вузов области. Подобные дебаты проходят во второй раз. Острые социальные темы поднимались и в первой игре. Отклик студенческой молодежи был однозначен. Это интересно, необходимо и познавательно. Сюжетную динамику дебатов разработали представители Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Карагандинской области и Молодежное общественное объединение «Союз молодежных и детских организаций области». 22 студенческие команды вузов области доказывали свое понимание проблемы коррупции и как с ней бороться. Главная цель турнира – привлечение молодежи к вопросам борьбы с коррупцией и повышение чувства ответственности среди молодежи, доведя до сознания молодых людей, что коррупция является негативным правовым и социальным явлением. Формат турнира представлял собой британские парламентские дебаты. Участникам предстояло пройти четыре отборочных раунда, по результатам которых были отобраны полуфиналисты. В финале были представлены две лучшие команды, набравшие наибольшее количество очков во время отбора. Ими стали ребята из Карагандинского экономического университета и Карагандинского государственного университета. Они проводили дебаты в формате американского парламента. Команды показали очень красивую игру, спикеров поддерживали бурными овациями, и весь дебатный день аудитории не смолкали от аплодисментов. Участникам турнира представилась возможность аргументированно отстоять свою точку зрения на ту или иную проблему, озвучить пути решения вопросов. Ведь дебаты – это качественный образовательный инструмент, который формирует навыки критического и аналитического мышления, и учит мыслить глубоко и масштабно. Я очень доволен как раз профессиональной подготовкой студентов, потому как они за кратчайший срок изучили основы все антикоррупционные политики. Мы даже рассмотрели такие элементы, как независимые расследования по фактам коррупции, рассмотрели механизм дальнейшего конфискованного имущества. Победители дебатного турнира были награждены дипломами и ценными призами, а финал выиграли студенты Карагандинского экономического университета. Да, я думаю, что такие программы очень хорошо помогают в борьбе с коррупцией. В этой неделе у нас турнир посчитал. Республика? Да, республика. Следующие в Астане вроде есть, но мы не знаем точно, поедем ли. Учитывая большой интерес к подобным дебатам, они будут проводиться регулярно. Следующая тема уже определена. Будет дебатироваться вопрос лишения гражданства за совершение коррупционных правонарушений. Сергей Высокосов, Шалкар Алтенбек, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 70-летний юбилей отмечает в этом году Карагандинская музыкальная школа номер 2. На днях в стенах школы состоялся грандиозный праздник, на котором были отмечены лучшие педагоги. Не обошлось и без традиционного концерта. Учитесь хорошо и восслабляйте нашу музыкальную школу. Невозможно перечислить всех талантливых, успешных карагандинцев, чье имя так или иначе было связано с детской музыкальной школой номер 2. На протяжении 70 лет здесь приобщают людей к одному из самых прекрасных творений, доступных человеку – к миру музыки. Эта школа всегда славилась своими педагогами, профессионалами высочайшего класса, бесконечно преданными своему делу. А первыми учителями стали представители репрессированной интеллигенции. И первые педагоги, значит, фундамент этой школы заложили репрессированные педагоги, опытные педагоги. И в дальнейшем вот наша школа 70 лет уже ведется лучшими в области, считается в области лучшими школами, детской музыкальной школы. Были филиалы, это была первая школа, были открыты филиалы, а потом уже стали эти филиалы самостоятельными школами. И по сей день с детьми работает плеяда талантливых педагогов. Показательно, что многие выпускники школы, получив образование, возвращаются сюда уже в качестве педагогов. Это свидетельствует о созидательной, творческой и доброжелательной атмосфере. Это отметил заместитель Акима Караганинской области Алмаз Айдаров, зачитывая поздравительный адрес от имени главы региона. Я от своего имени хотел пожелать долго-долго жизни этой школе. Я сам недавно переехал в город Караганду, живу здесь неподалеку, часто здесь по утрам бегаю и всегда поражался красоте и архитектуре этого здания. И вот до меня говорили, правильно, это уже, наверное, не просто школа, храм, храм, в котором обучаются, и музыка эта вечная. Поэтому вечности в вашей школе желаю. Храм, храм. На празднование юбилея собралось много гостей. Это и выпускники школы, и педагоги-пенсионеры. Не обошлось и без наград. За успехи в деле обучения и воспитания подрастающего поколения нагрудным знаком Ибрая Алтенцарина награжден Анатолий Григорьевич Демченко. Своих обладателей обрели почетные грамоты Акима области и главы Караганды, и управления образования. Особые слова высказал генеральный секретарь Международной организации тюркских культур Дюсен Косейнов. Открытие этого учебного заведения связано было с тем, что была планомерная политика нашей республики. Мы всегда должны узнать должное тем, кто думал на долгие-долгие годы вперед. Стоит отметить, что свой 70-летний юбилей школа отметила на высоком творческом подъеме, показав невероятный творческий потенциал, своих воспитанников и мастерство педагогов. В этот день они, дети и взрослые, выступали на одной сцене как единый творческий организм. Публика восторженно аплодировала их мастерству. И вновь ничья. Карагандинский футбольный клуб «Шахтер» сыграл в Уральске с местным клубом «Акжаик». Встреча завершилась со счетом 1-1. Свои коррективы в игру карагандинского «Шахтера» и уральского «Акжаика» внес сильный ветер, который всячески препятствовал командам делать хорошие передачи. Играть против сильного ветра карагандинцам было непросто. Мяч сдувало в сторону ворот «Шахтера», чем пользовались оппоненты. На 26-й минуте уральский футболист Берек Шаихов стремительно ринулся к воротам Игоря Шацкого и своим точным ударом отправил мяч в дальний угол ворот карагандинцев. 1-0. Горняки всячески пытались перебраться на вторую половину поля хозяев, однако сильный ветер не позволял действовать остро. Во втором тайме игроки «Шахтера» прибавили в скоростях и на 55-й минуте белорусский полузащитник Александр Володько из дальней дистанции пробил в нижний угол ворот Акжаика. 1-1. Ближе к концовке матча карагандинцы дважды опасно посягали на ворота хозяев, однако этих усилий оказалось недостаточно, чтобы увести три очка. Как итог, ничья 1-1. Комментируя матч, оба главных тренера сослались на сильный ветер, который помешал обеим командам показать настоящий футбол. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова